Добрый день всем! Мы сейчас продолжаем серию уроков, которые мы задумали, посвященных юмору. Был один урок уже Мейра Левинова, который разбирал юмор у наших мудрецов в Талгуде, разные виды, как он применяется. Это было очень интересно само по себе. Но я сегодня хотела заниматься совершенно другой темой, а именно феноменом смеха. Что вообще такое смех и почему нам смешно и от чего? И хочу я изначально убедить вас всех, что это совсем не очевидная вещь – смех. Совершенно непонятно, почему мы смеемся. Что это такое? Почему анекдоты бывают смешные и почему мы хохочем иногда, сгибаемся пополам. Ой, боже, как это смешно. И смеемся. Не просто хихикаем, не просто улыбаемся, не просто радуемся. А именно вот такой вот смех, потому что и в Таре это называется цхок. Почему такое странное, буквально на грани конвульсии состояние нападать на человека? Как реакция на что? И поскольку все молчат. Я приведу примеры того, что это непонятная, неочевидная вещь из истории человечества, которая все время пыталась осмыслить, что такое смех, в чем его причина, хорошо это или плохо, что он изначально. Действительно, крупнейшие философы занимались этой проблемой, и они пытались понять, в чем причина смеха. Может быть, перед этим еще, я не знаю, в каком порядке правильно было построить урок, это я всегда насчет этого сомневаюсь. То есть надо, поскольку, с одной стороны, я хочу рассмотреть феноменологию смеха, как расцениют его, как его оценивают различные философы, и мыслители, и писатели, то есть понять, почему оно так работает, исходя из нашего понимания, видения жизни. С другой стороны, я хочу посмотреть, как это отражено в наших источниках, и как это согласовывается одно с другим. Вот, если посмотреть на прошлую недельную главу, я не буду сейчас ее, у меня она есть в источниках, но я пока не хочу ее показывать, поскольку мы все только что это недавно читали. А в ней полным-полно всякого смеха, начиная с того, что смеется Авраам, когда Всевышний ему сообщает, что у него будет ребенок. Почему он смеется? От радости. Ха-ха-ха, как хорошо. От радости на самом деле мы не смеемся. Можно сказать, что смеется от неожиданности. Но на самом деле это такая довольно странная неожиданность. Ему уже давно обещано, что я тебе дам эту страну, и твоему потомству дам эту страну. Никакого потомства нет. И вдруг неожиданно там человеку сто лет, сто двадцать лет, ему бог говорит, а, вот теперь у тебя родится ребенок. Но на самом деле это действительно смешно. Почему? И разные комментаторы, они по-разному оценивают этот смех. Особенно это касается смеха Сары, которая тоже точно так же реагирует на сообщения о том, что у нее будет ребенок после того, как она совершенно состарилась, и у нее кончились всякие возможности родить ребенка. Тут особенно много разногласий. Одни этот смех осуждают, другие этот смех не осуждают, а сравнивают его со смехом Авраама. И еще один интересный комментарий я слышала от Афат Гальберин, такая интересная преподавательница иудаизма. Она говорит, она смеялась точно так, как Авраам, когда это услышала. А в чем причина упрека? Почему потом приходит ангел, упрекает ее Авраам? Почему смеялась Сара? Он не Сара упрекает. То есть вообще говоря, в ее смехе ничего плохого нет. Но он упрекает Аврааму. Почему? Он упрекает потому, что, оказывается, для нее это было неожиданностью. Так же, как для него в свое время это было неожиданностью. Почему для нее это было неожиданностью? Потому что мужу Всевышний сообщил, что у них будет ребенок. Он обрадовался, он смеялся, он поверил. Замечательно. А жене не рассказал? И ангел ему говорит, ты чего? Жене не рассказал, почему смеялась Сара? Это один из комментариев. Я говорю, что комментариев тут есть очень много. И со смехом тоже очень много связано. Называют ребенка Ицхак, потому что вся его жизнь связана со смехом. Очень смешно. После всего того Всевышний говорит ему, Аврааму принеси своего ребенка в жертву. Вот это самое большое, самое смешное во всей этой истории. После того, как столько времени у него не было детей. После того, как он родил ребенка в очень позднем возрасте. А потом он говорит, вообще очень смешно, Аврааму как хочется. И похожая история в Талмуде, например. Когда идут мудрецы, может быть, у меня есть права вообще? Нету права. Натан, дай мне права, пожалуйста. Я, может быть, ее прочту из источника, а не буду пересказывать. Натан, дашь права? Я сделал. Спасибо. А, это у меня уже дальше про философию. А мы посмотрим сначала. Тут должно быть прораби Акина. Тут две истории. Про смех мы будем разбирать только одну. Вторую просто нужно отдельно рассмотреть. В другой раз поднимались они в Иерусалим, мудрецы. Когда дошли до горы Цофим, разорвали одежды свои. Когда дошли до храмовой горы, увидели лисицу, которая выбежала оттуда, где была святая святых. Заплакали они и другие мудрецы, которые были с ним. А рабе Акина засмеялся. Спросили его, почему ты смеешься? А он и спросил, почему вы плачете? Сказали они ему, об этом месте написано. Посторонний, который приблизится, предан будет смерти. А теперь вот лисицы ходят там. Как же нам не плакать? Сказал им рабе Акина. По той же самой причине я смеюсь. Поскольку написано, и взял я себе верных свидетелей. Урию священника из Ихарию, сына Иверхаяу. Это сказано в Исаии. И как связаны Урия и Захария? Ведь Урия относится к времени первого храма, а Захария ко времени второго. А в принципе, те два свидетеля, которые берет Ишаяус, когда есть эта церемония подписания документа, который он прячет там, целая история вокруг этого документа, который подписан и спрятан, и подписан вот этими двумя свидетелями. Они вообще не имеют никакого отношения ни к тому пророку, ни к этому пророку. Тот, который упоминается во времена первого храма, который был убит, который пророчествовал точно так же, как и пророк Ремияу о разрушении храма. И Захария, который пророчествовал во времена второго храма, о будущем построении третьего храма, о возрождении, о возвращении народа Израиля и так далее. Но, тем не менее, какая связь? Во-первых, они оба не связаны с пророком, вот эти два свидетеля. Во-вторых, один пророк не связан с другим. Но связывает Писание пророчество одного пророчества с другим. И написано, поэтому из-за вас Сеон станет полем распаханным. Это то же самое, что пророчество у Реяда. А у пророка Захария написано, что еще будут сидеть старые люди на улицах Иерусиагина. Пока не исполнилось первое пророчество. Сеон опасался, что не исполнилось второе. Это перевед Биалека Равницкого. Там не совсем так сказано в Талмуте, но это так понимает он его. То есть понимает Биалек Равницкий его так, что... На самом деле, Раби Акива не очень был уверен в исполнении пророчества. Он не уверен, правда ли пророки пророчат или неправда. Настоящие они или ненастоящие. Вот теперь, когда я вижу, что одно пророчество исполнится, теперь я вижу, что и другие тоже исполнятся. На самом деле, такое понимание совершенно не укладывается ни во что. Мы знаем, что Раби Акива, величайший еврейский мудрец, как он мог не верить правилам, да? Поэтому, на чем он смеялся? Откуда взялся этот смех? Это требует действительное исследование. Может быть, в конце концов, мы, я надеюсь, до этого дойдем. У меня есть некоторые идеи, которые я изложу. Откуда берется здесь смех? Но теперь непонятно, что смешного с Ицхаком. Непонятно, что смешного с Раби Акивой. И многие философы себе задавали вопрос, действительно, в чем феномен смеха? Платон вообще писал, что это ужасная вещь, что надо смех запретить, что мы смеемся всегда над чьими-то чужими несчастьями, поэтому это совершенно аморальная вещь. Есть современные философы, которые тоже утверждают. Они просто объясняют, что человечество все аморально по своей сути. Ему нравится, когда с другим происходит несчастье. Вот вам анекдот. Сидит человек на рельсах, трамвай отрезал ему ноги. Он смотрит на свои отрезанные ноги и говорит, ну и сходил за хлебушком. Послушайте, чему вы радуетесь? Вы радуетесь несчастью этого бедного человека, которому отрезали ноги? Это смешно. Смешно, потому что мы ему радуемся. Я лично не могу с этим согласиться. Я думаю, что большинство из вас с этим не согласится. Можно придумать какие-то психологические объяснения. И философы их придумывают. И на самом деле, дальше еще мы попробуем привести еще эту разделительную черту между издевательством и смехом, которую Мейер тоже проводил. Что есть ладцы, есть те, которые издеваются. И это, безусловно, плохой смех. И есть смех хороший, который, в принципе, от него отличается. Возможно, скажем так, в качестве гипотезы, что когда человек нормальный смеется, он всегда смеется над самим собой. А когда издевается, он смеется над другими. То есть, когда тот, кто издевается, он действительно радуется несчастью другому. И в этом может быть различие. Но опять же, вот эта потребность смеяться над собой. Или смех, который выражает это какое-то ощущение в отношении самого себя. Откуда оно берется? И то, что человек любит или не любит, часто смеется над самим собой, это понятно. Из-за этого, например, очень популярные анекдоты про пьяниц. Что в пьянице вдруг ты как в зеркале видишь просто человека, просто себя. Но ты можешь, так сказать, отодвинуть его, вынести его наружу, посмотреть на себя со стороны и посмеяться над этим. То же самое про попугаев очень популярные анекдоты. То есть, это как бы не я, это не человек, это птицы. Но она ведет себя каким-то таким образом, который отражает какие-то человеческие свойства. И вот мы посмотрим сейчас еще. Я тут очень-очень кратко. Это смешно, конечно, тоже. Так вот взять из длинной статьи Гегеля, вытащить какую-то небольшую цитату. На самом деле, совершенно не отражая полностью все эти теории, но немножко вкратце коснуться, в какую сторону каждый из пилософов везет. Так же, как и Платон, например. Тоже там много чего сказано по этому поводу. Но мы взяли как бы обобщение его точки зрения. На самом деле, про Гегеля я взяла перевод, самого Гегеля я... Так, можно у кого-то включен? Так, новоприбывшим, можно микрофон выключить, товарищ? Да. Спасибо. Я хочу сказать, что Гегеля я в оригинале не читала. В переводе нам объясняют, что переводят его неадекватно, что вообще говоря, все, что нам рассказывали про Гегеля, про теории, отрицание, отрицание, синтезы и прочее, все это на самом деле совершенно не так. Все это ученики по словам пересказали. Рапинович напел? Не знаю. Но я вот взяла некоторую цитату, которая говорит так. Таким образом, светящиеся противоречия между сущностью и явлением есть то общее, что присуще всему остроумному. То есть, прежде всего, мы видим, что есть какое-то противоречие. Есть некая сущность, а есть явление, есть ее внешнее какое-то проявление, которое ему стильно противоречит, которое создаёт некоторый разрыв, некоторый разрыв шаблона. Однако суть природы светящего и сопротиворечия так и осталось не разгаданной. То есть, главное, что Гегель замечает, и, видимо, это одно из важных свойств смеха. Так, Натан, ты можешь выключить там? Просто это даже не... Если кто-то хочет что-то спросить, он включит, может, микрофон. Алена, выключите микрофон, пожалуйста. Ну, спасибо. Потому что пока есть шум, он как-то очень... Да, вот есть еще другие теории превосходства, которые я уже упоминала. И они основаны на том, что мы не чувствуем себя столько глупыми, уродливыми, счастными и слабыми, как окружающие. А, посмотрите на него. Вот он, профессор, остукнулся и упал в морды, глядь. А я вот хоть и не профессор, зато чистенький такой, все со мной хорошо. И вот таких вот теорий, несмотря на то, что мы как-то далеко уже от видения такого Платона ушли, и по дороге было много других теорий, до сегодняшнего дня много возникает, и человек, видимо, который такую теорию увлекает, он так ощущает. Фрейд говорит о снятии стресса и напряжения, высвобождении подавленного и вытесненного. Ну, это, так сказать, каждый естественный философ, он говорит в рамках собственного подхода к миру, в рамках своей теории. Поскольку у Фрейда есть некоторые вещи вытесненные, некоторые вещи, которые в себе человек бессознательные, которым человек не отдает себе отчет, но которые его беспокоят, то это создает некое напряжение, и по Фрейду смех помогает это вызвать. Средством получения удовольствия на предшествующем ему мучительной аффекты, подавляет развитие этого аффекта, занимает его место. То есть как бы есть что-то мучительное в душе, а смех приходит как бы его ликвидировать или стереть. Опять же, это что-то похожее на то, что Геггер говорил. Есть некое противоречие, а смех приходит на его место, заменяет это противоречие чем-то смешным. Мне не очень понятно, но, может быть, я недостаточно хорошо тут понимаю мысль Фрейда. Юмор, может быть, понят, как высшая из этих защитных функций. Так как юмор не прячет от сознания те содержания представлений, которые связаны с мучительным аффектом, он действительно ничего не прячет. Он их как-то выпечивает и показывает с другой стороны. Да, он говорит, на самом деле ничего такого страшного нет, это все смешно. На самом деле это очень-очень действительно даже действенно. Когда я чего-то боюсь, или чего-то мне неприятно, или мне кажется, что кто-то меня обидел, я иногда говорю, ой, ну на самом деле это же смешно. И вот стою перед зеркалом, и просто смеюсь перед ним. Посмотрите, вот какая она несчастная. Действительно это помогает. По Фрейду? Теперь у нас есть еще такой замечательный исследователь волшебной сказки начала XX века, Прокли, если кто-то с ним знаком. Он много занимался волшебной сказкой, структурой и морфологией. И поскольку в сказках очень часто встречается, ну довольно часто встречается феномен смеха, он тоже не мог оставить его в стороне. И по Попробу получается так. Ранняя форма магии смеха основана на представлении, что мертвые не смеются. Смеются только живые. Мертвецы, пришедшие в царство мертвых, не могут смеяться. Живые не должны смеяться. Наоборот, всякое вступление в жизнь, будь то рождение ребенка или символическое новое рождение в обрядах инициации, исходных ему обрядов, сопровождается смехом, которому приписываются силы не только сопровождения, но и создания жизни. Это опять же в рамках теории Прокли, что волшебная сказка, в принципе, является некоторой записью, памятью об обрядах инициации, которые проходил человек в общинной, в ранних формах человеческих существования. И этот обряд инициации, он заключался в преодолении смерти, понятия смерти. То есть человек, как бы, всегда в этих волшебных сказках в той или иной форме сталкивается со смертью, умирает, воскресает и так далее. И это интересно, поскольку где-то это очень сильно соприкасается с темой предыдущего недельного раздела. Рождение Ицхака связано со смехом. И его как бы смерть, которая несостоявшаяся смерть, она тоже вроде бы символизирует его имя, как Ицхак. То есть это интересное замечание, поскольку оно действительно, и, мне кажется, проб в своих работах, он соотносится со смехом Сары как раз, как она смеялась, и что это связано с рождением. Но, опять же, это очередная грань. Я хочу еще рассказать про Азика Азимова. У меня есть такой рассказ замечательный. Мне он вообще нравится, Азик Азимов. Я вообще увлекаюсь фантастикой по жизни. И Азик Азимов в одном из рассказов, ну, он вообще очень, надо сказать, целая книга есть анекдотов и рассказов смешных о его жизни у Азика Азимова. Он очень любил выступать с анекдотами в свое время. То есть он большой специалист в этой области. И он в этом рассказе выводит героя, которые объясняют, что смех загадочный в Вене, что никому непонятно вообще, откуда он берется. Вывод там, в этом фантастическом рассказе, совершенно не похожий на все остальные теории, которые мы здесь приводили. Там оказывается, что юмор – это некоторая спускаемая неким высшим разумом, высшей цивилизацией форма испытания человечества. Вроде как мышь кладут в лабиринт, чтобы она там и смотрят, как она там глядится, делают мыши испытания, испытывают его разум. А вот анекдот – это нечто, что такое спускается высшей цивилизации для нас, чтобы исследовать наши мозги, исследовать наши реакции, и когда вот это выясняется, оказывается, что все анекдоты пропали больше. Больше анекдотов нет, никто не смеется. Хихикают, хихикают, улыбаются, улыбаются, а смеха нет. Еще я хотела привести замечательную, по-моему, цитату из Фазилии Искандера. Я сейчас не буду превратить эту историю Рабинахмуна, с которой она очень… ну, или Тару Рабинахмуна, которой она как-то очень сильно соприкасается, мне кажется. Я только привожу то, что он пишет. Фазилий Искандер действительно очень смешно в свое время писал. Потом как-то его вещи стали более грустными. Чтобы обладать хорошим юмором, надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться в том, что там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно. След, оставляемый этим обратным путем, и будет настоящим юмором. Во-первых, то, что мы сейчас видели, мы, во-первых, видели, что есть все время какое-то противоречие, какой-то разрыв шаблона во всем, что связано со смехом. Нельзя сказать, что это просто неожиданность. Неожиданность может быть без всякого разрыва шаблона. Я полезла в карман, думала, у меня в правом кармане пищевел, когда его там нет, оказалось, что он в левом. Какая неожиданность? Или оказалось, что я его засунула в сумку. Или оказалось, что я забыла дома. Неожиданность. Или наоборот оказалось, что я думала, что забыла, а на самом деле взяла. Другой вопрос. Если я залезла в карман и вытащу оттуда лягушку, может быть, это будет смешно. Но не обязательно. То есть на самом деле нужно какое-то крушение, нужно какой-то разрыв, нужно какая-то иногда трагическая ситуация. И поэтому, видимо, во всех анекдотах в начале, а все они основаны во всяком случае в начале, на каком-то трагической ситуации, на каком-то разрыве. Вплоть до того, что это как-то соприкасается со смехом. Я вот тут еще процитирую Раосферки. У смеха есть очень важная функция. Он позволяет выход за пределы правильности, логичности и разумности. То, что мы видели, что есть какой-то разрыв шаблона, это позитивная вещь, которая позволяет выйти нам за пределы правильности, логичности и разумности, то есть мера, в котором мы привыкли жить, в котором у нас все упорядочено и в котором у нас все разумно. Серьезность построена на разуме, поэтому для того, чтобы подняться к более высокому источнику, я должен разбить границы разума. Эти границы разбиваются шутками. И в Талмуде и у Маннида говорится, что мудрецы, когда уставали от лечения законов, они рассказывали шутки и смеялись. И поэтому они смеют. Дальше он говорит про каббалистов, что они часто смеются. И означают то, что с чем они имеют дело, невозможно выразить словами. И слова – это только некий первичный уровень. При этом трудно различить между шутками и насмешками. Это то, что Шерки говорит. И тот, кто смотрит со стороны, не всегда может разобраться, кто перед ним – шутник или насмешник. Но разница огромная в чем? Если это насмешник, то это очень плохо. А если шутник, то это очень высокий уровень. Насмешник лишает этот мир смысла. Он говорит, что все разумное в нем нужно вычеркнуть. Логики нет, разума нет. Нет смысла. При том, что шутник, преодолевая порог разума, он выходит на некоторый новый уровень, более высокий уровень, и начинает постигать некоторые дополнительные измерения этого мира. И это очень понятно про Абрам и Сарм. Потому что они уже точно думали, что ничего быть не может. Ну, какие там дети в их возрасте? И неожиданно им говорят, что у вас будет ребенок. Но, ребята, правда, это же смешно. Это поразительно. Они вдруг видят, что в мире есть какие-то поразительные просторы. На самом деле, это не так все просто. Ты видишь, почему же тебе просто так не рассказать? Ну, вот ты живешь в некотором мире, где все порядочным, все хорошо. Но он очень маленький мир. И надо сказать, что вот эти вот... Еще я хочу в скобках заметить, что шутки и анекдоты, которым смеются маленькие дети, это совсем не те шутки и анекдоты, которым смеются взрослые люди. И некоторые взрослые люди не смеются над тем, что смеются другие. То есть это нам говорит о том, что вот этот мир разума и логики, у каждого свой мир. У ребенка он очень маленький. Вот такой маленький логичный мир, у него все время он разбивается через шутки. Ему все смешно, потому что он каждый раз видит мир по-новому. И чем больше человек знает об этом мире, чем он у него шире, тем более высокого уровня шутки его смешат. И поэтому мы знаем, что есть плоские шутки, но чего тут смешного, да? Да, кстати, я хочу по этому поводу привести одну историю, которая случилась с знакомым моих родителей. Он был очень большим шутником, очень душа компании. И как-то раз его усадили за стол с незнакомым человеком в какой-то компании. И вот, чтобы разбить лед, он обращается к этому человеку. Знаете, говорит, такой есть анекдот. Вы знаете, как йог делает клизму, он садится на тазик с водой и страшным усилием уволен. А человек смотрит на него и говорит, ну да, это не очень сложно. Оказалось, что человек был йог. Для йога это совершенно не смешно. Электрону, кстати, этого человека звали Электрон. Так его наградили родители. Электрон это казалось очень смешным, потому что это выводит его из всех представлений о возможностях человека. И я все-таки тут добавлю, во всяких этих вещах есть что-то пугающее. Поэтому вот этот вот смех, откровение, открытие есть преодоление вот этого пугающего. Например, всякие дурацкие шутки про обрезание, которые ходят среди евреев, они на самом деле преодолевают некий очень определенный страх, который связан с определенным органом тела, который ужасно чувствителен и страшно даже об этом подумать. И поэтому, когда смеются над обрезанием, то выводит как бы этот страх из области страха. Например, классический анекдот, когда сидят женщины, русские, около подъезда и беседуют обо всем на свете. И беседуют, в частности, об обрезании. И они говорят, ну какая странная вещь, зачем они это делают, это же больно, это же страшно. А там говорят, ну говорят, это полезно для здоровья. А тут проходит еврейская бабушка и говорит, ничего, вы не понимаете, во-первых, это красиво. И как бы этим снимаются все как бы страхи, которые связаны у человека, может быть, с этой операцией. Так, секундочку. Секундочку. Я, пожалуй, остановлюсь. Это то, что я хотела показать из источника. И поэтому я хочу подытожить немного и сказать, что то, что есть в анекдотах, которые нас смешат, всегда есть некоторый рассказ, есть некоторый сюжет, и есть нечто, что ломает рамки этого сюжета. И при этой ломке нам открывается нечто, что, с одной стороны, мы не могли усвоить это раньше. Почему? Потому что это нас как-то немного пугало. А теперь, когда нам дают это в какой-то малой дозе, в смешном виде, мы постепенно усваиваем вот эту новую истину, которая ломает рамки наших представлений. Почему вообще человеку может быть что-то страшное? Узнать новое, осознать новые какие-то просторы, понимание, новые понятия, новые представления. Почему это нужно делать в какой-то мягкой такой форме через анекдот, через шут? На самом деле, это совершенно непростая вещь видеть истину. И мы знаем, что, например, когда евреи стояли на горе Сина, и Бог с ними говорил из облака и сообщал им десять заповедей, давал им тару, евреи обратились к Моисею и сказали, не говори, не можем мы больше слушать голос Всевышнего. Мы не в состоянии этого выдержать. Пускай он говорит с тобой, а ты пересказывай нам. Почему они не могли его слушать? Потому что, вообще говоря, услышать истину, это очень, очень непросто. Мы, как мудрецы, нам говорят, мы живем в мире лжи, улама шикарова называют. В мире лжи, мы как-то можем существовать, мы маленькие люди, можем существовать какими-то своими не совсем точными представлениями. Мы не осознаем до конца своего ничтожества или своей глупости или своей нечестности. Если показать нам наш портрет настоящий, многим просто невозможно будет жить с этим. Невозможно это выдержать. Можно впасть в депрессию. Я вот такое вот ничтожество, я вот такой маленький, я вот такой нечестный, я вот такой слабый и так далее, и так далее. То есть видеть правду про себя и переваривать ее по-настоящему это очень-очень сложно и поэтому такие вещи делаются постепенно. И юмор, я считаю, в этом огромную позитивную функцию и это одна из многих вещей, которая очень сильно в рее развита. Поэтому в их функции как бы принести в мир правильную мораль, привести в мир такому мессианскому ковремен на машех, когда будет правильное отношение между всеми людьми, которые действительно будут основаны на правильном понимании видения мира, на честном отношении к друг другу. Это длинный путь, но на нем невозможно двигаться без юмора. И вот это вот осознание чего-то более высокого, мне бы даже хотелось называть его откровением. То есть если даже как бы попытаться найти этому формулировку, я бы сформулировала это, что смех это преодоление травмы через откровение. То есть это переход гармонии некоторого более высокого уровня, когда гармония моего маленького мира нарушена. Но этот переход он сопровождается откровением. Я хотела еще здесь добавить про смех Сары, то, что говорил Рафшеркин на одном из уроков. Я не знаю, может быть, это где-то у него даже в какой-то статье написано, но я слышала от него очень интересный комментарий. Почему смеялась Сара? А потом ангел говорит, ну почему смеялась Сара? Он говорит, я не смеялась. Нет, ты смеялась. Вот что означает этот диалог? Там сказано, Сара смеялась внутри нее. Потом приходит Сара, ты смеялась. То есть у тебя было это откровение? Ты это осознала? Он говорит, нет, нет, я ничего не осознала. Я это самое. Она не понимала, она смеялась только внутри себя. А он говорит, нет, нет, ты смеялась. Ты осознала. У тебя это откровение было. Ты продвинулся на некоторые более высокие уровни. И это то, что позволяет в конце концов рождение Ицхата. То есть на самом деле то, что я хочу, самая страшная вещь, которая нам тяжелее всего смеяться, это смерть. Это вещь, на которой почти невозможно смеяться, но величие Ицхата, я думаю, в том, что он способен смеяться и над смертью тоже. Поэтому то, что интересно, что у всех хороших анекдотов, у них есть что-то очень важное, какой-то очень важный смысл, который стоит за некоторой простой формой рассказа. И чаще всего люди, когда смеются, они еще этого не понимают. Это некоторый первый шаг к этому более продвинутому пониманию, некоторые начальные откровения, чтобы потом понять, какую-то большую истину, которую ему не так просто переварить или понять самому. А теперь я вернусь к Равиакиве и попытаюсь, это личное мое понимание этой истории, но мне кажется, что она вполне приемлема в рамках той теории, которую я излагала. для того, чтобы подойти к объяснянию, надо немножко мне разъяснить, как устроен вообще в принципе понятие драши в иудаизме. само понятие драшь, оно встречается еще в таре, но обычно в таре оно встречается в понятии объяснения. И пошла риска или дрожь и кашем, она пошла спросить у Всевышнего, что с ней происходит. И там сидел Эзра и толковал тару, он объяснял тару, как она есть. Постепенно понимание именно в самом корне этого слова после возвращения скажем из Вавилона приблизительно в период начиная с Гелеля до Рабиакива у нас происходит перемена в представлении о том, как мы относимся к таре. И в соответствии с этим меняется понимание слова драшь. То есть драшь из просто объяснения превращается в некоторую интересную такую процедуру похожую на вскрытие консервной банки. У меня есть зашифрованный текст, у меня есть какие-то намеки в писании и я применяю к нему определенные процедуры, вдруг вижу в нем что-то другое. Я нахожу глуху, которая как бы скрыта, которая зашифрована в некоторых местах. Есть правила толкования при этом и так далее, но это сам подход к тексту, что он помимо своего прямого смысла еще несет в какие-то дополнительные смыслы, как в области Галахи, так и в области Агады, оно возникает и развивается, начиная со времен Раби Акива, в основном, так считают некоторые исследователи, но можно его отнести и раньше. Исходя из этого, мы можем сейчас спросить, почему смеялся Раби Акива, что за откровение посетило его в этот момент, что он такого открыл для себя, когда у него в голове совместилось реализованное пророчество Урии, или это там в свое время Миха говорил, и это говорил пророк Ремиау о том, что Иерусалим будет распахан как поле, и Захария, который пророчествовал в более позднее время о восстановлении храма, о будущих временах. Совершенно другие люди в пророчестве Иерусалим встречаются два этих имени, совершенно других людей, которые просто пришли свидетельствовать один документ. Но этому одному документу нужно два свидетеля, два свидетеля, каждый из которых связан ассоциативно с каким-то пророком, причем один из этих пророков, он пророчество о разрушении, а другой пророк пророчество о возрождении. И тут в этом неожиданно Раби Акива видит намек. То есть эта лисица, которая выбегала из святого святых, она что-то так сказать щелкнула у нее в голове, он в этом видит намек о том, что так устроен мир, что мир в принципе устроен о том, что для того, чтобы создать новое, нужно сначала разрушение. То есть мир доходит до какого-то такого момента, когда дальше он уже продвигаться нормально не может, что он застревает в своем развитии и приходится разрушать что-то, чтобы на этой основе продвигаться и строить дальше. То есть есть некоторые перманентные процессы разрушения строительства. Об этом же говорит и Каббалат, когда он говорит о процессе, который называется Шеверат-Келим, разрушение сосудов. То есть это то, что происходит постоянно в высших мирах и то, что в нашем мире, когда это разворачивается в процессе истории, происходит иногда постоянно, иногда этап за этапом. То есть одно без другого невозможно, чтобы можно было прийти в конечном итоге целетворения, возрождению, избавлению, приходится проходить этапы разрушения. Когда ты видишь эти этапы разрушения просто как некий этап, некоторая ступень к будущему возрождения, ты оказываешься в некотором новом мире, новой реальности, которая Евгения, выключите звук. Я могу на этом остановиться и мне хотелось бы услышать. Я понимаю, что бывает много других теорий смеха и часть из них я их привела. Но мне всегда занимательно видеть анекдоты в частности и вообще смех, когда он возникает именно в такой позитивной форме, как некоторые откровения, которые помогают нам увидеть мир более широко. И травма она мелкая вещь, которая просто от нас в наш мимолетный страх вырастет, как леса вырастает. Она боится, боится, а потом вырастает из этого мира. карточного только как процесс нашего роста, нашего продвижения, нашего контакта с миром. И на самом деле я хочу еще здесь упомянуть замечательного израильского юмориста, политика в последнее время захронули врага, будь его память богословена, Ори Орбах, такой был замечательный человек, которого все очень любили, левый, правый, все очень ценили. Он долго вел передачу такую, в которой беседовал с он правый человек, религиозный, с левой нерелигиозной партнершей, и это была очень передача, которую все любили. Одно время он редактировал замечательный детский журнал утиек, буква назывался, и у него там была такая колонка, назывался анекдоты не объясняем. Это было потрясающе смешно. Он брал анекдот, и он выворачивал его так наизнанку, показывал его смысл, и даже больше, что он вводил на новую ступень смешного. То есть он как бы делал анекдот в квадрате в поразительном образом. У меня такой способ, я очень долго искала, его нигде нет в сети, я думаю, журналы где-нибудь в библиотеке, потому что это бесценный источник такого подхода к анекдотам, но я сама на досуге иногда балуюсь тем, что говорю, вот расскажите мне анекдот, я объясню вам его смысл. И всегда получается, у хороших анекдотов всегда можно найти глубокий смысл. Некоторые скажут, что это вообще глупости, что все это несерьезно, но я не думаю, потому что серьезные философы, в частности Раф Шерки тоже к этому относятся очень серьезно, поэтому я считаю, что это тема, которая достойна обсуждения. спасибо. Нихам, можно вопрос задать? это было бы замечательно. Замечание, ну смотрите, вот вы говорите, что смех, ну по вашему всему этому дискурсу, да, что смех это как бы что-то позитивное, то есть мы растем, мы преодолеваем свое несовершенство, тем самым как бы, ну вот путем этого смеха мы тоже как бы избавляемся несовершенствовали, мы его преодолеваем, мы его как-то осмысливаем, то есть это как бы ну позитивно, даже с точки зрения религии смех это позитивно. Просто я не могу не вспомнить, вот, наверное, кто в с теме известный роман Умберто Эка и Мирозы, там вся суть была в том, что герои, значит, прячут там в монастыре, там монахи прячут трактат Аристотеля неизвестный о том, что о смехе, а значит, вот этот трактат нужно прятать, потому что смех это очень плохо. Вот средневековое такое вот христианское богословие говорит, что смех это ужасно, это вот недостойно человека, вот, кстати, вы тоже говорили, что античные философы считали, что это как бы недостойно человека, это что-то такое, ну, как бы это сказать, серьезный человек смеяться не должен, это вот то ли это насмешка, то ли это несерьезное отношение к жизни, то ли это что-то такое, в общем, что-то такое с религией это несовместимо, человек благочестивый, богобоясненный, смеяться не будет, потому что тем самым он как-то опошляет или упрощает, или он как-то страх Божий у него уходит, или какая-то серьезность уходит. В общем, как-то не должен смеяться человек, который как-то к религии хочет иметь отношение. Вот у меня вот такая вот пришла, параллель такая пришла в голову. Да, но вообще, вы понимаете, я совершенно с этим не согласна. Я думаю, что и у евреев обычно такого представления никогда нет. То есть иудейские мудрецы так не считали, что смех – это не богохульство, что это не для человека мыслящего и там религиозного, он недостойный его. Не хама, можно я... Если вы, за секунду, если вы слышали лекцию Мейрон, приводил много примеров из Талмута, где они действительно шутят очень иногда, очень жестко шутят. И, честно говоря, я вот изучаю Талмут, понимаю, что некоторые вещи читать серьезно там просто невозможно. Надо понимать, что это шутка. Да. Да, Лена? Я хотела сказать, что вот Анна заметила как раз в точку, потому что я подумала, что как вот откровение по вот этим теориям, да, там вот как Рафшерки говорит, нельзя объяснить просто так вот, ну, простыми там, грубо говоря, словами. Также вот, мне кажется, мораль тоже нельзя объяснить, как бы, знаете, ну, если так по-простому сказать, будь хорошим там, это не делай. Ну, понятно, ты можешь это так сказать, да, но совершенно в другом смысле. Я подумала просто про Раби Акиву. Ну, например, вот первый пласт какой возникает, что он смеялся, что человек как бы радовался, что он знает, что... Ну, это можно принять, да. Но, знаете, получается такой сладкий, пушистый, вот он радуется, он понял, что радуется. Нет, 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 он не радуется. Вот, вот, я и говорю. Это радуется и откровение. Тут радоваться особенно нечему. Абсолютно. Я еще хотела... Просто мне кажется, это... Ой, секунду. Я в скобку скажу. Я приводила пример, может быть, не всем он будет понятен, но представьте себе, как люди, которых высели из гушкатифа, они смотрят издалека на те поселения, с которых высели, и смеются. Ну, о чем тут смеяться? Это же трагедия. То есть смеяться, на самом деле, можно только... Поэтому этот мидраж, он и непростой, потому что просто так трудно это понять. Поэтому мне хотелось тут указать на что-то дополнительное, что там было смешно. То смешно, если некоторое вдруг озарение о том, как мир устроен, да, и это смешно немножко, да. Даже если ты порвал тяжелую ситуацию, да, иногда, чтобы, так сказать, увидеть перспективу. Когда ты видишь перспективу, это смешит. Может это смешить. Да, извините, я вас берегу. Не, не, я как раз и подумала, что вот именно Тора нам дает такие примеры, что это такой язык, как бы, что ты не можешь его передать просто так. Вот, ну, есть, например, заповеди, да, которые четко проговариваются. Но если это какие-то откровения, то это именно так и происходит. И поэтому самое такое популярное, это самый большой страх у человека, это страх смерти. И, соответственно, шуток об этом, всякого юмора, самое большое количество, наверное. Да, 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 конечно. Я еще хотела сказать, что самое интересное, что в Торе смех вокруг Исаака, да, и как бы получается по этой теории абсолютно там вот у Фазиля Искандера, как раз человек как бы посмеялся над смертью, да, и возвращается оттуда. И самое смешное, что Исаак тот, который вообще никак не смеется и вообще как бы очень серьезный, вот если так фигуры его посмотреть. Но мы, на самом деле, оттягивайте, честно говоря, знаем меньше всех. Мы знаем, что он, но это совершенно не связано с этим, но он очень сильно отличается от других, он решает действовать так, как, в общем-то, ожидаем от нас, осваивать землю, да. Ну, не знаю, как сказать, как пришли первые Алимы, первые Алии и так далее, которые начали пытались, закупали землю, начали обрабатывать, и они видели в этом величайшие эры, да, большую очень ценность, да. И он увидел в этом ценность, это то, что нам обещал Всевышний, что эту землю я вам отдам, то есть землю – это то, на чем ты живешь, что ты обрабатываешь и так далее. А при этом Абрам не собирался ее обрабатывать. И его сыновья Исаак, они тоже пошли по дороге пустыков. Он единственный, кто принял это повеление всерьез. И, может быть, это смешно, да, а все остальные, может, смеялись. Но у него было, как бы, видение изначально, так говорят во время Акеды, он получил это высшее видение, именно, может быть, заслугу преодоления смерти. А, да, вот это вот, можно сказать, я думаю, что обработка земли, она очень, как бы, связана с этим, да, что ты кладешь зерно в землю, она там умирает, а потом выстрясает. Так, пришла моя очередь, нет еще? Давайте, давайте. Так, ну, я думаю, вы уже привыкли, что у меня на все, как бы, и свое мнение. Вот, и поэтому я скажу свое, как бы, определение, и свяжу его с Порошат, с Исхаком. Значит, у меня такое определение смеха, что смех – это некая несуразность, неожиданная, которая снимает всякие прагматические установки. Человек, он совершенно оголяется, он совершенно не думает ни о каких прагматических вещах. Это такое освобождение, когда человек все время в напряжении, живет чем-то и все время о чем-то заботится. И вот, когда все это снимается, это вызывает такую особую эмоцию, взрыв-смех. Значит, я сейчас просто скажу пару слов, как это в Порошенше проходит. Вот, прежде всего я хочу сказать, что само имя, оно ведь не случайно. Все имена значимы, да, они как-то толкуются. То есть Авраам – это сначала отец, а потом отец многих народов, до этого возвышенный отец Авраам без двойного. В Саре тоже меняется имя, и тоже это имеет определенное значение. Вот, и у Якова, мы знаем, тоже имеет значение. Спрашивается, какое значение имеет Исхак, почему так настойчиво. Ну, то, что там был повод, как бы, что Сар рассмеялась, да, и Авраам рассмеялся – это повод. А почему сами ангелы требуют фактически, чтобы этого сына назвали Исхак. Ну, если назовешь его Исхак. Значит, мое толкование такое, я не знаю, может, где-то это есть, но я к этому сам пришел, поэтому мне началось сослаться. Значит, Исхак – это ЕЦХОК, выйдет закон. То есть Исхак, который побывал на жертвеннике, приблизился очень посредственно к Всевышнему. Вот, он знает о том, что будет тара, что будет дана тара, что будет закон. И вся суета, все люди, которые, как бы, не верят в это и сомневаются или суетятся, они смешны. И есть, значит, в наших книгах, когда Всевышний говорит в псалмах, что вот… Исхак само. Да, что там народы что-то суетятся, а Всевышний… Он и будет смеяться, да. Да, усмехается над ними. Почему? Он знает, что и как должно быть, и поэтому ему вся эта суета, она кажется, опять-таки, несуразность, да, это несуразность, и она смешна. Вот, она не имеет никакого прагротического значения, поскольку это все пустое, да. Вот, теперь, как это можно доказать, что это, как бы, снимает через нашу парашюту, как это снимает именно прагматическое отношение, это видно в Саре. То есть там очень хорошо и четко, не случайно все это описано в Торе. Сара находилась за шатром и слышала через открытый вход в шатер, слышала, что говорили там ангелы его и с Авраамом. Вот. Она их не видела, она только их слышала. Она ничего не говорила. Там подчеркнуто, что она сказала это себе в душе, усмехнулась она. Значит, есть такая дра, что сначала, по-моему, это Раши, что сначала она думала, что это просто какие-то люди, вот, и они там хотят, сказать, отблагодарить за хорошее угощение Абрама и все. И вот стараются его, так сказать, подбудрить, подсказать, что вот у тебя тоже будет сын. Она думала, что это просто какие-то балхвы такие, да, какие-то насмешники, не насмешники, но вот, простые люди. Но когда она, значит, ей поставили упрек, говорит, почему Сара смеется? Она поняла, что они читают ее мысли, они читают все то, что у нее внутри происходит. Тогда она поняла, со своей стороны, что это непростые люди. Раз они, значит, знают все, о чем она думает, тогда она поняла, что это ангел, она испугалась, вот тогда у нее, как бы, это прагматическое значение уже стало иметь, эта ситуация. Она испугалась, а не смеялась. Она стала говорить, нет, я не смеялась, то есть она пыталась, как бы, отделаться, потому что она, как бы, внешне не смеялась, она только внутри смеялась. А вот, а ангелы подтверждают, нет, ты смеялась, то есть они знали, что все на самом деле. очень интересно можно на этом остановиться чтобы нам далеко не уходить а то будет слишком много мыслей я фактически вот завершил я сказал свою теорию смеха я хотел сказать чем она подтверждается что никаких таких высоких матерей нет мы смеемся и клоуну и если анекдоты совершенно для вас это пройденный этап просто вы человек которому эта тема или вы еще не поняли вам это не страшно как ребенок в общем не видит вещи которые на самом деле очень опасны они его не пугают потому что у него недостаточно опыта это он не смеется по этому вещам некоторым вещам которые сложны для него непонятно а также нам не смешно плоские шутки для нас это уже не отправение ничто потому что нет этого нет нет неожиданности конечно я же говорю что я все-таки остаюсь при своем мнении не всякая неожиданность смешно а только так что-то интересное нам сообщает но я могу у меня есть целая серия я в свое время писал даже на этом объяснение каждому анекдоту можно найти в нем мудрую мысль которая на самом деле не очевидно в этом анекдоте но это может быть отдельный вечер анекдот устроим я готова все анекдоты объяснить на самом можно вопрос если она уже потом приходит понимаете это смех смехом а мудрость мудрость это разница и речь есть в этом нечто общее в том-то и дело смеха мудрость не выводится мне кажется мудрость нет вот рассветка раз говорит не о мудрости а некоторым откровениям некоторым разрении который вышел мудрости даже но елена хотел спросить у меня коротенький вопрос да да к вам вот по поводу этой ситуации когда сара смеется смеется авраам для вас это смешная вообще ситуация эта ситуация смешная для того кто кто ее переживает для меня это уже не да то есть вы не воспринимаете ее как через смех для нас это для нас это не анекдот мы не понимаем что смешного да и то же самое для нас не анекдот то что рассказывает приходится понять или представить себе переживание того человека который находится в этом месте для него это это может быть смешно и смешно потому что оказывается что-то совершенно неожиданное с одной стороны с другой стороны открывает ему какой-то мир который ему непостижим был да как это может быть что я неожиданно рожу это же смешно то есть тот то самый ты переживает ему это что-то открывает а тот кто смотрит со стороны это немножко по-другому для человека обычного эта ситуация она очень необычна это не она не находится насколько я то есть в рамках моей теории да она находится в области наших обычных страхов да мы уже не думаем о том что рожать детей 50 лет да они все время жили в этом напряжении поскольку им было обещано земля и потомство и это не реализовывалось и как бы этот страх все время рос и рос что это никогда не реализуется неожиданно этот вот этот страх преодолен через откровение да спасибо вот теперь поняла да спасибо мне кажется в том-то и шутка вся торы что можно же и просто понять например ну как любая женщина бы сказала ну ну смешили вы меня там в 90 лет то есть тут много-много mejorar почему мы смешили да а любая женщина смешили вот именно потому что это смешно почему смешно и вообще и на самом деле не знаю мне кажется что большинство из нас боится что надо могу смеяться почему над собой смеяться я не боюсь наоборот это очень помогает поэтому нам помогают анекдоты потому что нам помогает смеяться над собой а вот когда кто-то другой будет надо мной смеяться это как бы неприятно это отдельная информация к размышлению мысль размышления когда над тобой кто-то смеется это это уже не совсем не смешно это неприятно потому что это означает что ты как бы плохом положении а он хорошим это вот издевательство это отличается от правильного смеха тем что это лишение реальности смысла ты находишься плохом положении друг и безнадежном положении вообще в мире нет смысла и все что ты делал до сегодняшнего дня старался бежал работу урожал убирал стирал во все это ничего не стоит после того как нет смысла в жизни признайся это издевательство оно негативно а позитивно да действительно в этом нет большого смысла но нету нового под солнцем а под солнцем нет подняться над солнцем с одной стороны осознать сначала ты осознаешь что смысл этого всего под солнцем он очень ограничен и ничего нового не нет и все это так бессмысленно и не нужно какой элит нам пытается все время противопоставить этот мир который он как бы без всевышнего без высшего высших каких-то идей нет смысла и неожиданно тебя ты видишь что это вот да это так но происходит разрыв шаблона и есть что-то выше вот хорошо вы хорошо заметите онихама что когда мы над собой смеемся нам нам как бы не как бы не обидно что ли потому что мы-то знаем что мы себе добра желаем и мы плохого как бы мы себе не как мы себя ничего плохого не скажем не разочаруем себя а когда другой смеется над нами мы чувствуем какую-то ну если конечно это не друг там не близкий человек а вот мы чувствуем какое-то недоброжелательство поэтому нам обидно хотя может быть это то что одна и та же шутка будет кстати вот как-то я спросила одного человека тоже хорошего вот как относится к евреи к еврейским анекдотам он говорит смотря кто рассказывает если еврей как мы сами над собой смеемся это нормально вот нам не обидно вот не если евреи расскажет может быть это будет обидно потому что мы в этом будем искать какой-то может быть скрытый смысл может быть он над нами хочет поиздеваться может у нас унизить на самом деле одна и та же шутка может быть издевательство а может быть шутки все зависит от того кто ее и с каким намерением говорит это правда мне кажется здесь еще надо учитывать что есть время такой показатель как если шла мог говорил время плакать и время смеяться то есть уместность смеха и его намерение какое намерение было в этом и конечно если чему-то предаваться слишком долго то мне кажется это тоже сигнал какой-то такой не зря же говорят что слишком предаваться смеху приходит легкомыслие вроде бы так говорится как говорится требуется разбор этого ситуации какому смеху может быть слишком слишком все слишком плохо опять же есть вещи которые нас трогают есть вещи которые нас не трогают слишком много например читать анекдотов ты просто тупеешь мне кажется перестаешь их воспринимать даже что-то смешнее у меня такое ощущение вот зайдите на сайт анекдотов попробуйте читать все подряд перестает быть смешно в какой-то момент а с другой стороны я хотела заметить ну не зря же говорят что все диктаторы ну мы знаем да боятся смеха да потому что сразу видно всю их как бы фальшивость да то есть смех открывает вот эту какую-то и соответственно человек если например над ним смеются ну не издеваются там он даже например если подшучивают и он воспринимает этот смех то сразу вот это даже направленность какая-то если кто-то например хотел там подшутить она вдруг исчезает то есть человек преодолевает сам себя и тем самым становится гораздо больше да да если ты в состоянии когда над тобой присоединиться к этому это приятно потому что в этом сам сам понимаешься это правда и мне это кажется вот кстати или она правильно заметила что люди где к чем человек может быть он мне и может быть он болея так сказать может быть развит или там мудр вот он способен как тем более он способен посмеяться над собой он спокойно относится к шуткам. А вот человек такой немножко действительно напыщенный, очень важный, но не очень умный, он боится юмора, потому что он как бы, он все время бережет свое там достоинство. Ему все кажется, что он как-то уронит себя, если вот сейчас он там, кто-то над ним посмеется, подшутит. Он очень обидчивый, обычно такие люди очень обидчивые. Но они обычно и шуток не любят, и анекдоты, в принципе. И не понимают, боятся. А если человек такой начальник там, или кто-то с таким вот характером, он очень боится там, когда его подчиненные начинают над ним там подшучивать. Он очень таких вот людей как бы от себя удаляет, не любит. Как же, как всякие там действительно диктаторы, тираны, они очень как-то изгоняли из общества там смех, допустим, юмор, смех. Они считали, что это вот что-то такое несерьезное. Ну вот да, вот это сходится с теми представлениями, которые там средневековыми, или там Платон, что смех – это зло, что он направлен только на высмеивание, на злобу, не на исправление. Если бы эти, скажем, тираны, они готовы были воспринимать смех над ними всерьез, они бы могли бы и подняться над этим, и справиться, и возвыситься. Их как раз проблема в том, что они в состоянии его воспринимаются. А я читала, что клоуны, вот они обычно люди серьезные в жизни. Это правда? По-разному, я думаю. Я думаю, по-разному. Я не знаю. Я знакома с одним юмористом, но мне не нравятся его шутки. В жизни он очень депрессивный человек, но дело в том, что я не могу по нему судить о всех остальных. Он тоже говорит такой депрессивный, депрессивный. Я говорю, ну мы все такие юмористы, мы все депрессивные. Но мне в основном его шутки не нравятся, а не какие-то дурного тона. Я в детстве обожала Никулина. По-моему, он был очень легкий, веселый человек. А вы его знали лично? Нет, но я сколько о нем читала, и если смотреть, какая у него жизнь была, но при всем каких-то интервью он когда-либо давал, он всегда был очень легкий в этом смысле. Поэтому я думаю, что по-разному бывает, да? По-разному. Можно я расскажу, чтобы это уже не хам осталось? Я уже кому-то рассказывала. Однажды, очень давно, когда еще почти ничего я не знала об иудаизме, мы пришли на лекцию в нашу синагогу в Санкт-Петербург, на Равы Гитик. У него есть лекции для всех, а потом у него есть специальные там шабад-шабатон, когда уже только свои собираются. В общем, я перепутала все дни, пришла, и они сказали, а ну сейчас пройдемте вот в ресторан там. И я как бы, знаете, подчиняясь общему движению, пошла туда, и вдруг там я понимаю, что там накрыта еда, и я к этому отношения не имею, и я ничего за это не платила. И знаете, вот это как раз наше попало в такую ситуацию. Я окаменела, села, и просто не знала. Думаю, ну все, сейчас я просто, я даже не знаю, это просто позорище какое-то. Сейчас меня разоблачат. Да, что я мало того, что не платила за еду. Люди сейчас начнут молитву читать. Я еще плюхнулась за стол, вперемешку получилось мужчина и женщина. Ну, в общем, кошмар полный. И я думаю, что люди, человек, до сих пор его помню, он, наверное, понял всю мою ситуацию. А был один мужчина, который, наверное, проходил ги-юр, я так думаю, он очень серьезный был об этом. Он там говорил, давайте. Он говорит, давай ты за нас, за всех прочтешь молитву. Ну, он сказал, мы все сказали амин. И этот мужчина просто стал травить, как говорится, анекдоты за столом. И мы все стали смеяться, и ситуация разрядилась, и я хоть как-то отошла. Ну, просто, знаете, иногда это просто такой якорь спасения бывает. Поэтому, цепляясь за вашу идею, давайте устроим такую встречу. Вечер анекдот? Хорошо. Каждый расскажет или какую-нибудь историю смешную про себя, или какой-нибудь анекдот. А я... Ну, нужно рассказать вам какой-нибудь анекдот на дорогу. Любой... Ну, парочку анекдотов расскажем на дорогу. Любимый анекдот мой, который... Ну, неважно. Известный очень анекдот, как во время погрома Хайма распяли на двери его дома. И вот он такой распятый стоит, проходит мимо Авраама, говорит, Хайм, ой, какой ужас, как ты? А он говорит, а ничего, только смеяться больно. То есть, понятно, что здесь прежде всего вот этот образ еврея распятого на двери, он абсолютно как бы... Понятно, на что нам намекает, и что именно еврея вот распинают уже которые... Сколько там тысячелетий. Это все является фоном к данному анекдоту. Ответ нам такой, что это ничего как бы. Мы это все переживем, потому что мы умеем смеяться, но смеяться немножко больно, конечно, но ничего. Вот. Ну, наверное, на этом я кончу, я не знаю. В следующий раз еще поговорим. Спасибо большое, Нихам. Очень так здорово. Да, вот вы хорошо еще сказали, что смеяться способен человек сильный. Вот еврейский народ выжил благодаря смеху, что умел смеяться и над собой, и над обстоятельствами. И вот смех, умение смеяться над собой – признак силы какой-то внутренней. А вот, наоборот, боясь смеха – это признак слабости. Ну, не знаю, назовите это так. Но, в общем, вообще-то я очень советую, когда человеку плохо, такой тренинг есть замечательный, пойти просто так себе в лицо посмеяться над собой, да, посмотреть на себя. Или можно вспомнить какие-то истории жизни, когда смех над самим собой тебе помог, тебя спас, тебя продвинул. Не знаю, что... Я думаю, что каждый, если захочет, это может найти. И, может быть, может с нами поделиться в следующий раз. Мы договоримся как-нибудь еще встретиться. Но, главное, это не конец. Мы еще, я думаю, хотим услышать лекцию Рава Зеева Рубенса по поводу смеха, который у него есть. И, может быть, потом устроим какую-то общую встречу. Спасибо большое. Всем спасибо большое. Спасибо, Эмиль. Или он уже пропал? Нет. Спасибо вам, Эмиль. Спасибо, Нахама. Спасибо, Анна, Лена. Всем-всем-всем спасибо. Спасибо. Всем счастливо. Пока. Всем счастливо и пока.